1 сентября 1896 года в Калькутте родился тот, кто изменил этот мир навсегда. Только по милости этого святого человека мы можем вместе с вами воспевать святое имя Кришны, служить божествам, изучать Шримен Бхагавата и общаться друг с другом в духовной атмосфере. Сегодня в нашем храме Шри Шри Даял Митайши Чесуты празднуется Вьеса Пуджа и его божественной милости Шрилы Прахупады. Абхишека – это возможность омыть стопы нашему дорогому Шукшугуру. Так мы обретаем милость Шрилы Прахупады для любовного служения ему и его миссии. В этом году мы впервые издали на русском языке книгу «Подношение Шири Прахупады». И по сути это издание является историческим, так как этот год 50-летий является очень важным. И цель издания «Подношение к книге на русском» была единственная для того, чтобы удовлетворить Шрилу Прахупаду и дать возможность всем преданным высказать слова благодарности для того, чтобы мы все поняли, по сути дела, уникальное положение Шрилы Прахупады в Искон. И Вышли Прахупады гениально выполнили поручение Господа и донесли до нас это послание, послание науки Бахтии. Кто же, как не Вы, мог бы это сделать? Вы достучались до нашего затуманенного сознания и каменных сердец. Вы олицетворение особенного Шакти Господа, Шакти безусловной и всеобъемлющей любви, сострадания и милосердия. Только чистая любовь может сотворить это чудо. Преданные также могли выразить свою благодарность Шриле Прахупаде, предложив свои подношения. Шриле Прахупаде нас спас из этого материального мира. Он пришел давно, и я Шриле Прахупаду не видел. Но принцип, который он принес с собой по рампору и передачи знания, дошел до меня. И благодаря Шриле Прахупаде я фактически чувствую, что моя жизнь не зря проходит. Я участвую в этой миссии, я участвую в проповеди, я участвую в жизни нашей большой общины. И я очень счастлив, что когда-то один из преданных познакомил меня с Шриле Прахупадой через книги. Для меня религия обычно всегда связана была с каким-то неким таким холодом, аскетичностью. И то, какую теплоту демонстрировал сам Шриле Прахупада, то, что он начал проповедь не с философии, а с того, что он реально давал людям вкус общения, служения. Сам готовил, сам раздавал, заботился. И на мой взгляд, меня до сих пор подкупает именно его способность демонстрировать человеческие качества высочайшего уровня. Буквально через два часа, может быть, чуть больше отдыха, Шриле Прахупада вновь вставал. Прахупада Катху начали ученики Шрилы Прахупады, его милость Джая Мадхава Прабу и Атма Виде Прабу. Комментариями на книге, которую он писал. Его святейшество Бхакти Вигьяна Гасвами Махараш продолжил Прабхупада Катху, все глубже открывая преданным свое сердце, полное любви и почтения к его божественной милости Абхайчара Наравинда Бхакти Веданта Свами Прабхупаде. Продолжением программы стали сокровенная Гуру Пуджа и благоприятная церемония Кушпанджина. Субтитры создавал DimaTorzok За что Вы особенно благодарны Шриле Прабхупаде? За его пример. Меня всегда поражал его самоотверженный пример, который он совершил в преклонном возрасте. И меня всегда поражала его решимость сражаться до конца. Потому что он дал мне возможность общения с людьми, которые хотят сделать вместе что-то по-настоящему хорошее для этого мира. И это для меня очень ценно. Я ему благодарен безмерно и вряд ли смогу на самом деле даже понять ту степень благодарности, которую должен испытывать за ту возможность служить Господу. Я не уверен, что Господь принимает это служение, но сам факт, что у меня есть привилегия этим служением заниматься Ему, воспевать святые имена вместе с преданными, собираться с преданными, служить Божеством. Но я не смогу описать это словами, правда. За это как минимум. И уж за то, что моя жизнь просто обрела смысл, за это никогда не расплатиться ни с Шрилой Прабхупадой, ни с Духовным Учителем. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», – писал Сергей Есенин. Тот бесценный дар, что оставил нам Шрила Прабхупада, человечество сможет оценить через многие и многие годы. А в чем ценность Шрила Прабхупада лично для вас? Хритрично, дорогие преданные, и до скорых встреч на планете! Шри Ши и Дайамни Тайши Часуты! Шри Ши и Дайамни Тайши Часуты!